Хаудихо друзья! Сегодня мы с вами поговорим об адаптивности и я постараюсь рассказать вам всю основу касательно адаптивности и ее принципов в целом. Мы вспомним полиграфию, обсудим Итана Маркета, не забудем про Люка Враблевский, а я расскажу вам о трех базовых приемах создания отзывчивого интерфейса, а будет даже практика, хоть и небольшая. А также вы узнаете в чем разница между отзывчивостью и адаптивностью и в итоге мы обсудим контрольные точки, а также актуальные и неактуальные методы создания льяутов. А плюс-минус будут некоторые интересные другие вопросы и темы. В общем думаю будет интересно. Итак, в отличие от множества других сфер, сфера адаптивности в целом требует в львиной доле, я бы даже сказал, знаний теоретических, нежели практических. Просто потому что вся практика в адаптивной верстке сводится к простому осознанию того, что такое медиавыражение. А они изучаются буквально за 10-15 минут, причем очень легко и эффективно. А конечно есть еще принципы Mobile First, где уже важнее практика, нежели теория. Но это уже гораздо более продвинутый уровень создания адаптивных веб-сайтов, поэтому оставим для этой темы отдельный урок в будущем. Возвращаясь к основам адаптивности, хочется задать вам несколько вопросов. А на проверку, допустим, знаний. Вы знаете, что такое правила божественного соотношения? Или что такое соотношения вообще и как они применяются? Что такое формула деления целей на контекст? Чем отличается эластичный вывод от резинового? Как отличить фиксированный вывод от адаптивного? Или, например, сможете ли вы сходу ответить, какую лучше ширину контентной части для фиксированного вывода указывать сегодня в 2017 году? А еще, чем отличается понятие адаптивности от отзывчивости? Как видите, вопросов достаточно много, и я думаю, далеко не каждый сейчас может найти ответ и попросту путается или не знает, как ответить. Вот об этом я и говорю. Теория – это самая важная часть в процессе познания адаптивности. Черт, да я думаю, что не каждый фронтендер сейчас ответит, кто такой Итан Маркет или Люк Враблевский. Пора изменить это положение в лучшую сторону, и сегодня я как раз-таки постараюсь рассказать вам о самых важных основах и принципах адаптивной верстки и адаптивного веб-дизайна в целом, чтобы вы в этом больше не путались и разбирались. И, кстати, да, если вы не знаете, как работать с медиавыражениями, хотите этому научиться и, возможно, даже попрактиковаться, то я бы посоветовал вам для этого YouTube-канал ДВС-ТВ. Там вы найдете уроки по медиавыражениям, уроки о том, как делать адаптивное меню с нуля на чистом CSS, а также множество других интересных гайдов по реализации аккордеонов, кнопок, эффектов и куча всего такого, причем, опять же, на чистом CSS. Помимо этого, на ДВС-ТВ вы также сможете скачивать исходники всех уроков, благо они абсолютно бесплатно распространяются авторам канала. Я думаю, что это многим будет интересно, поэтому ищите ссылку на этот канал в описании под видео, и также, скорее всего, оставлю там несколько ссылок на другие интересные ресурсы касательно адаптивности, которые я также рекомендую посмотреть. Элементарно такие термины, как кернинг, кегль, интерлинияж, верстка, выключка и тому подобное перекочевали к нам из полиграфии. То есть за кернинг в нашем любимом CSS отвечает свойство letter spacing или же font kerning, за кегль отвечает свойство font size, за интерлинияж свойство line height, а выключка это текст align, а верстка это, в общем, в смысле, непосредственно весь процесс расположения блоков, текста, графики, а также вообще любых других элементов на веб-странице. То есть верстка, если сводите так к какой-то простой формулировке, это процесс формирования страницы путем компоновки графических и текстовых элементов. Очень просто. Однако вы, наверное, задаетесь вопросом того, зачем сейчас я все это рассказываю, помимо, конечно же, общеобразовательных целей. В общем, суть моего текущего повествования о полиграфии заключается в том, что страница журнала не меняет свой размер и имеет фиксированную ширину и высоту, в отличие от веб-страницы. То есть окно браузера человек может уменьшить или может зайти на веб-сайт с помощью телефона или планшета, и это повлияет на итоговую доступную ширину и высоту. То есть это самое главное различие между полиграфией и веб-дизайном. И это, пожалуй, самое важное, что следует понимать в адаптивности. Ваш сайт не только может, но и будет в львиной доле случаев просматриваться с всевозможных мобильных устройств и планшетов, не говоря уже о ноутбуках и нетбуках, у которых, к сожалению, чаще всего какие-нибудь маленькие разрешения мониторов. Таким образом, мы, фронтендеры, учитываем этот факт и подстраиваемся под ситуацию. Раньше, кстати, причем еще достаточно недавно, программисты создавали две версии веб-сайта для ПК и для телефонов. Версии под телефоны обычно располагались на поддомене, к примеру, m.example.com. Очень редко такое можно встретить, кстати, даже сегодня. Например, самый простой вариант – это социальная сеть ВКонтакте. Попробуйте зайти на нее, то есть на vk.com, с мобильного браузера своего телефона или планшета. Вас, скорее всего, сразу же перебросит на поддомен m.vk.com. Но почему они не меняют этот принцип и не делают свой веб-сайт адаптивным, то есть элементарно в прошлом редизайне, который был, по-моему, полгода назад у ВКонтакте, почему они не ввели адаптивность? Ответ на это очень простой. То есть, да, кстати, там нет адаптивности. Если вы не знаете, можете зайти с ПК, открыть vk.com в своем браузере и начать уменьшать ширину браузера, ширину окна, и увидите, что адаптивности там нет. В общем, они этого не сделали просто потому, что для них это слишком дорогая операция. Это, во-первых, а во-вторых, у них есть официальные приложения ВКонтакте для платформы iOS и Android, которыми все, кстати, и пользуются. Например, вспомните, когда вы в последний раз заходили на этот же ВКонтакте через браузер своего мобильного телефона или планшета. Лично я так не делал никогда. Я постоянно пользуюсь только официальным приложением ВКонтакте. Точно такая же ситуация и с YouTube. Хотя у YouTube, кстати, тоже есть поддомен m.youtube.com, но я не уверен. В общем, разработчики тогда начали понимать, что у такого подхода слишком много минусов, то есть у создания двух версий веб-сайта. Самый простой и очевидный минус – это нужда в том, чтобы удваивать работу. То есть если вы на ПК-версии добавляете какую-то функцию, вам придется идти и добавлять ее также и на мобильной версии. И таких заморочек было достаточно много, поэтому множество разработчиков вообще не утруждало себя тем, чтобы создавать отдельную версию для телефонов. Именно поэтому раньше версии для телефонов были такой редкостью, и чаще всего приходилось довольствоваться версией для ПК. Поэтому с телефонов было просто ужасно сидеть в интернете, не то что сегодня. В общем, эта история достаточно кардинально поменялась ровно 25 мая 2010 года. Это знаменательная дата для каждого веб-дизайнера и для веб-разработчика в целом. Ведь именно тогда независимый веб-дизайнер Итан Маркот опубликовал свою знаменитую статью под названием «Респонсив веб-дизайн» в онлайн-журнале Элистопад. Спустя некоторое время он даже написал книгу на эту тему, но даже статьи было достаточно, чтобы начать самую настоящую революцию в веб-разработке. В своей статье Итан описал принцип, который тогда назвал «A Flexible Foundation» или же «Гибкое основание на русском». Он также описал дисциплину, которую назвал «Responsive Architecture» или же «Отзывчивая архитектура». Если совсем вкратце, то он рассказал о применении уже существовавших тогда в CSS 2.1 медиа-выражениях, благодаря которым он мог подключать определенные CSS-файлы только на мониторах с определенной шириной или высотой разрешения. То есть такая простая возможность тогда уже существовала, однако ей никто почему-то не пользовался. И Итан как бы совершил такой прорыв, он первым это открыл, именно в таком виде, в каком мы сейчас знаем адаптивные и отзывчивые веб-дизайны. В общем, благодаря такому подходу Итан показал на примере простого грид-вывода в своей статье то, как можно перестраивать страницу под нужным маленьких или же больших дисплеев динамично, то есть без нужной создания второй версии, при этом чтобы страничка выглядела одинаково приятно и читабельно вообще везде, на любом устройстве. Хотя тогда Итану пришлось столкнуться с техническими ограничениями некоторых браузеров, особенно старых интернет-экспеллеров, версии там 4, допустим 5, 6, которые не так хорошо поддерживали технику медиа-выражений. Но даже в то время он решил эту проблему благодаря простенькому jQuery-плагину. Собственно говоря, можно вполне уверенно, я думаю, заявить о том, что именно Итан Маркет стал отцом принципа адаптивных веб-сайтов, который так активно развивается и применяется сегодня, в нашем 2017 году, спустя вот уже 7 лет. Хотя если быть более точным, то он является отцом именно отзывчивого веб-дизайна, а не адаптивного, потому что отцом адаптивного веб-дизайна я бы, наверное, назвал Люка Вороблевский, но мы об этом еще поговорим. В общем, медиа-выражения сегодня поддерживаются всеми браузерами, даже очень старыми, поэтому вы можете их активно использовать без каких-либо опасений, даже за старый интернет-экспеллер версии 9. Однако медиа-выражения не поддерживаются стандартно в интернет-экспеллер версии 6, 7 и 8, поэтому, чтобы активировать эту возможность там, вам нужно просто подключить в раздел Head вашей HTML-странички в библиотеку Respond.js, но я думаю, многие и так об этом знают. В общем, как видите, все очень просто и, самое главное, доступно каждому. Уже достаточно давно появилось ровно два термина, а именно Responsive – отзывчивый и Adaptive – адаптивный. На тему того, в чем разница между этими понятиями, велось множество дискуссий на всевозможных форумах по веб-разработке. Но в итоге практически все разработчики пришли к простому выводу о том, что отзывчивый веб-дизайн – это часть адаптивного веб-дизайна. И да, кстати, когда я буду говорить про веб-дизайн в данном контексте, представляете себе, что я в то же время имею в виду и веб-разработку в целом, и верстку также, чтобы ни у кого не возникало никаких путаниц в обозначениях. Соответственно, Adaptive Web Design – это более широкое понятие, одним из принципов которого является именно Responsive Web Design, то есть он же отзывчивый веб-дизайн на русском. Принцип отзывчивости отвечает за то, чтобы страница гибко подстраивалась под доступную ширину окна, и в принципе на этом все, больше ни за что принцип отзывчивости не отвечает. А уже принцип адаптивности отвечает, в свою очередь, за то, чтобы использовалось максимально возможное количество возможностей того устройства, с которого пользователь посещает веб-сайт, чтобы само собой доставить наиболее полный опыт взаимодействия с веб-сайтом. То есть, к примеру, чтобы, например, слайдер на веб-сайте переключался не только по нажатию на стрелочки соответствующие, но и при помощи свайпа, то есть жеста, когда человек пальцем перелистывает что-то по своему тачскрину. Более того, к принципам адаптивности также относятся и некоторые важные технические аспекты, которые в сумме именуются как Mobile First. И вот принципы и подходы Mobile First отвечают за то, чтобы веб-сайт изначально был оптимизирован технически именно под мобильные телефоны. Само собой, здесь учитывается и низкая пропускная способность телефонов, и слабое по сравнению с ПК железо и многое-многое другое. Такой подход особенно популярен стал в последние годы просто потому, что количество трафика, через которое люди заходят в интернет с помощью мобильных телефонов, очень сильно растет. То есть элементарно сейчас, я точную статистику не назову, но однозначно могу заявить, что больше 50% вообще всех пользователей интернета посещает интернет именно при помощи мобильных устройств и планшетов. На некоторых сайтах эта статистика достигает цифры 80% и даже больше. То есть это огромные цифры. Так вот, подход Mobile First, в общем, придумал человек по имени Люк Вороблевский, который в свое время создал такие штуки, как BugCheck и Polar, которые он, кстати, потом продал компаниям Twitter и Google соответственно. Однако принципы и техники для создания Mobile First подхода относятся скорее к продвинутому уровню адаптивности, поэтому об этом мы в этом уроке говорить, скорее всего, не будем. Добавлю лишь то, что нашумевшая в последнее время технология AMP, Accelerated Mobile Pages, разработана именно для реализации подхода Mobile First. Как я уже ранее говорил, для реализации отзывчивого веб-дизайна на практике применяются в основном только медиа-выражения. Однако, помимо этого, есть и некоторые приемы. Например, гибкие изображения и методы вывода. Самый простейший метод вывода – это резиновая сетка. Давайте рассмотрим эти приемы на практике, согласно той статье, которую написал Идан Маркет в далеком 2010 году. Кстати, она до сих пор еще, в принципе, очень даже актуальна. Я, скорее всего, ссылку оставлю на нее в описании, так что не забудьте проверить описание. В общем, например, вам нужно сверстать вот такой макет. Ширина контентной части здесь составляет 1100 пикселей. Кстати, про правильный выбор ширины контентной части мы еще поговорим чуть позже. В этом макете контент занимает 700 пикселей, а сайдбар занимает 400 пикселей. И чтобы его сверстать, вы напишите вот такой код. С виду все нормально в коде, но проблема заключается на самом деле в том, что такой код создаст вам фиксированный вывод. Это значит то, что на мобильных устройствах или при уменьшении окна браузера у вашей страницы появится горизонтальный скролл. И, само собой, такой результат нельзя назвать отзывчивым. Так, что нужно сделать, чтобы сделать эту верстку резиновой? Как я уже сказал, в своей статье Этон Маркет описал кучу разных техник, дисциплин и всего такого, и общий принцип отзывчивости. И, в общем, самое интересное, что нам сейчас нужно из его статьи, это ту формулу, которую он там привел. И эта формула называется «деление целей на контекст». Она означает, что значение ширины для элементов страницы нужно задавать в процентах, причем в пропорциях по отношению к родительскому элементу. То есть, к примеру, если переносить это понятие к нашему макету, то, чтобы получить процентное значение для нашего сайтбара, нужно 400 разделить на 1100. То есть, как бы, цель, то есть наш сайтбар, мы делим на контекст, то есть, в данном случае, нашу контентную часть. И получаем вот такой результат. Как видите, я проделал ту же операцию и для контента. При этом, вы, скорее всего, заметили то, что в получаемых числах очень много цифр после точки. На самом деле, это нормально и ни в коем случае никогда это не опускайте, не обрезайте, так как эти цифры, эта точность, эта дробь, она нужна для абсолютно точных расчетов. Ну, а теперь давайте перенесем эту теорию на практику, потому что театризировать можно много, но нам важнее, я думаю, практика. Нам нужно изменить наш прошлый CSS-код вот так. Как видите, мы также дали нашей контентной части ширину в 100%. Это нужно для того, чтобы она занимала всю доступную ширину окна вообще. Однако при этом, мы также лимитировали ее максимально возможную ширину до 1100 пикселей. Это мы сделали для того, чтобы наш макет не разъезжался на слишком больших мониторах. То есть, пока ширина окна браузера доступная меньше, чем 1100 пикселей, наш контентный блок, наша контентная часть идентификатором рэпер будет занимать 100% доступной ширины. Если же окно браузера больше, чем 1100 пикселей, тогда наша контентная часть займет только 1100 пикселей и при этом станет в центре монитора. Для того, чтобы она располагалась в центре, мы подписали марджин 0 авто. Также, что хочется добавить, так это то, что в достаточно редких случаях верстальчики используют вообще всю доступную ширину окна и никак ее не лимитируют, как это сделали мы при помощи Max White. Оно такой подход огорчит ваших посетителей, которые зайдут к вам на сайт 3K Ultra White мониторами, к примеру, поэтому сегодня так никто не делает и я вам так делать не рекомендую. Какая-то, но контентная часть все-таки должна быть, даже если вы делаете резиновую верстку. В общем, в результате у нас получается вот такой вывод на странице. Как видите, при уменьшении окна горизонтальный скролл не появляется, а сами колонны эффектно приспосабливаются к новому размеру. Это и есть отзывчивость, описанная Итаном Маркетом в своей статье. Это самый простой из возможных примеров. Однако данный подход сейчас не будет работать на мобильных устройствах. Чтобы мобильные устройства и планшеты учитывали тот факт, что ваш макет является отзывчивым, нужно добавить очень простой метатег Viewport в раздел Head вашей HTML-странички. Например, вот так. Благодаря этому простому метатегу ваш веб-сайт будет отзывчиво отображаться на телефонах и планшетах, потому что они поймут, что вы сделали адаптивность и сделали отзывчивость. В качестве примера давайте рассмотрим еще один прием для реализации отзывчивости. Это гибкие изображения. Давайте добавим самое обычное изображение в правую колонну нашего шаблона, то есть в сайт-бар. Смотрите, что происходит, когда мы уменьшаем окно браузера, имитируя мобильные устройства. То есть происходит то, что сайт-бар становится слишком узким и картинка начинает выезжать за него. Это, кстати, нормальное поведение, хотя смотрится очень неприятно. Особенно это будет неприятно в том случае, если эта выезжающая картинка будет перекрывать текст или ссылки, находящиеся в контенте. Вот, например, вот так. Решается эта проблема, кстати, при помощи техники под названием гибкие изображения реализуется тоже очень-очень просто. Допустим, мы создадим в нашем CSS-коде дополнительный класс под названием Flexible Image через прочерк и дадим ему максимальную ширину в 100%. А затем присвоим этот класс нашему изображению в HTML-коде. То есть очень понятно и просто. А теперь давайте посмотрим на то, что получится в результате этих изменений. как видите, этот подход работает очень эффективно, реализуется, как я уже сказал, крайне просто, и что самое важное здесь, он решает нашу проблему с перекрытием изображения какого-нибудь текста в контенте. В общем, в качестве последнего примера для реализации отзывчивости, наверное, давайте рассмотрим еще медиа-выражения. А давайте разместим в нашей левой колонии больше текста и посмотрим, как это все бы выглядело на мобильных устройствах. Плюс-минус немного приукрасим шаблон, чтобы это хотя бы адекватно как-то выглядело. Как видите, на мобильном телефоне изображение в сайт-баре было бы практически не видно, то есть он настолько маленький, что сложно разобрать, что там вообще изображено. Да и сам сайт-бар кажется каким-то личным и мешающим. К тому же сам текст тоже слабо читается, так как на одну строку здесь помещается от силы 3-4 слова, что определенно не есть good. То есть по правилам читабельности текста на английском text-legibility оптимальной и минимальной шириной для чтения текста считается ширина в 300 пикселей, при том, что текст будет иметь размер в 16 пикселей. То есть нужно что-то делать, текущее положение далеко от идеальных канонов отзывчивости. Давайте применим медиавыражение, чтобы изменить вывод на мобильных устройствах так, чтобы все отображалось приятно. Это делается очень просто. Для этого произведем несколько простых операций и перестановок в нашем HTML и CSS-коде соответственно. Субтитры создавал DimaTorzok Как видите, теперь наша страничка смотрится гораздо более интересно на маленькой ширине окна. Точно так же она бы выглядела, если бы вы заслили на нее с мобильных устройств, например, таких как iPhone или Samsung Galaxy. Вот такой подход и именно такие приемы вкупе образуют адекватную отзывчивую верстку, которая приятно смотрится и радует глаз на любом устройстве. Контрольные точки или же брейкпойнты, как их еще часто называют. Это определенные цифровые точки, обозначающие ширину того или иного устройства. Например, ширина экрана iPhone 7 составляет 375 пикселей. Хотя, если быть более точным, то это ширина окна браузера, запущенного на iPhone 7. Таким образом, если вы захотите как-нибудь изменить свой CSS-код конкретно под устройство с шириной экрана 375 пикселей и меньше, например, под iPhone 7, который сейчас был упомянут, то вы пропишите соответствующий медиазапрос. То есть, контрольные точки это просто набор определенных самых популярных размеров экранов у мобильных устройств и планшетов. Отталкиваясь от этих точек, вы можете более уверенно и точно адаптировать свои макеты. Ну, я думаю, это и так понятно. К примеру, на 2017 год самыми популярными контрольными точками являются 320 пикселей, 480 пикселей, 768 пикселей, 980, потом 1200, 1400, 1600 и так далее. Там дальше, по-моему, 1900, но я уже не вспомню. В общем, адаптируйте под эти размеры свой шаблон и он будет гарантированно отлично отображаться на всех самых часто используемых телефонах и планшетах. Это еще одна полезная информация, которой должен обладать каждый веб-дизайнер или фронтендер. То, что я вам ранее показывал в качестве примера реализации отзывчивого вывода была резиновая верстка. Этот принцип, когда элементы постоянно стараются занять всю доступную им ширину и меняют свои размеры постоянно, даже если вы уменьшите, например, ширину браузера всего на один пиксель, на самом деле применяется достаточно редко. Особенно популярным он был примерно в 2010 и, наверное, до 2014 года. Тогда разработчики активно применяли такой метод отзывчивой верстки и на самом деле не знали никаких других методов. Однако, начиная примерно с 2014-2015 годов, фронты начали повсеместно применять и практиковать другие методы отзывчивой верстки, то есть более эффективные и простые, потому что разработчики всегда ищут что-то наиболее эффективное и наиболее простое. Самым популярным методом отзывчивой верстки сегодня является метод фиксированный и адаптивной верстки по брейкпоинтам. Данный метод является очень простым и крайне эффективным. Суть его сводится к тому, что у вас есть и вы берете ее в качестве максимально возможной ширины вашего шаблона. Затем вы начинаете уменьшать окно браузера по выбранным брейкпоинтам до самого последнего, а именно, например, 320 пикселей и старайтесь сделать так, чтобы шаблон отображался одинаково красиво на каждом брейкпоинте. Именно такой подход использует популярный CSS-фреймворк Bootstrap, который также в свое время совершил свою мини-революцию в мире адаптивности. Одним из самых важных плюсов такого подхода, то есть такой верстки является то, что вы получаете возможность контролировать отображение шаблона на конкретных устройствах с конкретными размерами экрана. Более того, вас перестают волновать промежуточные размеры и то, как на них отображаются шаблоны. Чаще всего при использовании таких макетов на промежуточные размеры, то есть, допустим, на промежуточные размеры между 320 и 480 пикселей, допустим, на 375 пикселей внимания не обращают. То есть смотрят, как я уже сказал, только на отображение на 320 пикселях, на 480 и так далее. Конечно, это не единственный известный сегодня метод отзывчивой верстки. Есть еще просто фиксированные. Еще есть вот фиксированные, адаптированные, о которых я только что вам рассказывал. Есть гибкая или же резиновая верстка, а еще есть эластичная верстка и, в принципе, так далее. О них обо всех вы можете более подробно почитать в гугле или, допустим, в спецификации VITRC. Достаточно часто сегодня можно встречать даже те случаи, когда методы отзывчивой верстки попросту комбинируют друг с другом вместе, получая интересные результаты. Например, комбинируют резиновую и адаптивную верстки, получая преимущество обоих методов. Такой простой пример вы можете посмотреть на сайте DeviantArt. То есть, в целом, вариантов сегодня очень много, но самыми популярными, эффективными и актуальными являются ровно два, я бы даже сказал. А именно, фиксированные и адаптированные и резиновые адаптивные методы отзывчивой верстки. Причем, обе как в комплектации с брейкпоинтами, так и без. То есть, иногда можно встретить такое, когда разработчики создают фиксированную адаптивную верстку без учета брейкпоинтов, хотя, в целом, это не очень-то и правильно. Многих фронтендеров и особенно веб-дизайнеров сегодня интересует выбор контентной части, то есть, ее ширины. Самыми популярными решениями все считают размеров 960, 1020 и 1100 пикселей. Однако, я бы порекомендовал вам уже начать переходить на новые размеры, такие как 1200, 1300, 1400 и даже 1500 и 1600 пикселей в ширину. Просто потому, что мониторы с разрешением в 1920 на 1080 пикселей сегодня присутствуют у достаточно большого количества людей. Ну а самой распространенной шириной сегодня является 1366 пикселей, если мы, конечно, говорим о ноутбуках. Опытные продвинутые фронтендеры и веб-дизайнеры сегодня начинают практиковать одну интересную штуку, а именно они делают шаблон в большой контентной части, как я вам только что и сказал, такой, например, как 1400 пикселей, а затем просто обеспечивают обратную совместимость с более меньшими разрешениями и контентными частями, допустим, 1366, 1280, 1024 пикселей в ширину и так далее. То есть, элементарно они, допустим, берут 1400 пикселей и контентную часть и создают адаптивность для предыдущей контентной части, допустим, 1300, потом опять для предыдущей для 1200, потом опять для предыдущей 1100, опять для предыдущей 1020, потом 960 и так далее по брейкпойнтам уже идут вниз. То есть, это очень интересный подход. То есть, еще иными словами, если его как-нибудь описывать, то, грубо говоря, они переносят опыт адаптивности для мобильных телефонов уже на компьютеры и ноутбуки, что в целом очень радует. То есть, такая тенденция особенно будет радовать тех, у кого мониторы какие-нибудь очень-очень большие, допустим, как у меня, у меня это 2560 аж пикселей в ширину. И очень часто я захожу на веб-сайт, у которых контентная часть там 1000 пикселей и у меня, грубо говоря, по бокам свободно еще 1560 пикселей. В общем, как-то так. Ну, а на этом, пожалуй, все. Я в целом рассказал все, что хотел. Конечно, этот урок не претендует на звание самого полного по теме адаптивности и, возможно, даже ее основам, но я думаю, вам было интересно послушать и узнать что-то новое. И не забудьте проверить описание под роликом. Как я уже говорил, я там оставлю ссылки на интересные каналы, в том числе на канал ДВС-ТВ, где вы сможете найти уроки по медиа-выражениям, научиться им пользоваться, а также научитесь некоторым дополнительным приемам и техникам и вообще интересным CSS-решениям. И да, на этом все. У микрофона был Хауди Хо, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, рассказывайте об этом уроке в своих социальных сетях и, конечно же, добро пожаловать в комментарии, если у вас есть какие-нибудь вопросы, пожелания или просто, если вы хотите высказать свое мнение или задать какой-нибудь вопрос касательно темы адаптивности.